Дорогие друзья, мы вот сегодня хотим вам рассказать про такую корейскую закуску соевое мясо с папоротником. Папоротник вообще, это вот эта вот зеленая травка, вообще на Дальнем Востоке считается деликатесом. Его собирают по весне еще, когда только-только из-под земли выползают вот эти вот завиточки. Он тогда очень нежный, мягкий. Его собирают и делают из него различные салаты. Мы тоже делаем у нас на сайте едоморе.com есть рецепт, как приготовить салат из папоротника. А это мы взяли готовый, посмотреть, что там написано, что в нем содержится соевое мясо. Соевое мясо вообще в азиатском регионе распространено. Ну, довольно вкусное. Не то, чтобы прям уж мясо-мясо, но интересно. Мы рекомендуем попробовать, чтобы вы могли сравнить настоящее мясо и вот то, что делают азиаты. Дальше сюда входит папоротник вареный, морковь свежая, масло соевое растительное, соевый соус, чеснок, усилитель вкуса, кориандр, соль поваренная, перец красный молотый. Ну и консерванты, конечно, тут должны быть, потому что это же не свежеприготовленное, а должно определенное время храниться. Кстати, приготовлено оно 8 февраля, вот, и срок хранения не более месяца. Сегодня 20 число, мы хотели дотянуть до 23, чтобы на праздничный стол, но боимся, что уже будет не так вкусно. Поэтому мы вскрываем сегодня, сейчас и вместе с вами посмотрим, что же это за закуска такая интересная. Сейчас мы ее разрежем, выложим на тарелочку. Вот мы выложили на тарелочку содержимое, да, конечно, не весь пакетик. Вот это коричневое, ну, даже не коричневое, а светло-коричневое, это и есть соевое мясо. Вот оно вот, вот так вот оно выглядит, и даже как будто бы вот под курятину волокна. Аромат, конечно, вот этой корейской закуски, он просто вот будоражит все вот эти вкусовые рецепторы, засочки. Прямо начинается обильное слюдное отделение, это я вам гарантирую. Вот эта травка, это вот красивый такой папоротник. Папоротник орляк. Да, вот правильно Петр Петрович говорит, Петр Дагриллион. Папоротник орляк, он у нас здесь в тайге в нашей Вассурийской, очень сильно распространен, очень. Я не знаю, может быть еще на Кавказе есть такой же папоротник. То, что там папоротник есть, я знаю, но орляк ли и можно ли его есть, я не гарантирую. Вот, кстати, вот смотрите, папоротник зеленый и папоротник вот такого вот как бы фиолетового цвета. Так вот фиолетовый, я вам скажу, он меньше горчит, чем вот этот, когда вот вы его свежий начинаете готовить. Поэтому зеленый лучше вымочить. Дальше смотрим, что там еще вот морковку видно. Ну и все остальное. Остальные специи невидимые, но они должны быть осязаемые. Попробуем чуть-чуть. Сейчас вот в основном вот это вот мясо, потому что как папоротник на вкус в таких закусках я знаю. Ну, я не могу сказать, что это мясо. Но то, что это вкусно и то, что тот человек, который любит корейские закуски, вот эти корейские салатики, которые на рынке продают, он точно будет в восторге. Попробуйте. Мы купили вот эту упаковочку в магазине Светофор. Я так понимаю, что Светофор сейчас распространен по всей территории России. Даже на Западе есть магазин Светофор, так как на сайте e-mail ответы очень много вопросов по этой торговой сети есть. Так что поищите. А стоимость сколько? Вот про стоимость точно не могу сказать, но в районе 100-150 рублей. Не дороже. Вот как-то выскочило из головы. Надо было чек сохранить. Но недорогой. Тем более 500 граммов за 100 рублей это вполне приличная цена. Ну что, приятного аппетита. Пишите комментарии. И обязательно попробуйте эту интересную штуку. Она не очень горькая, кстати, хоть там и перец есть. И кислинка приятная. Короче, я рекомендую. Заходите к нам на сайт, на наш аккаунт, на наш YouTube канал. Мы вас будем радовать другими рецептами и отзывами о тех продуктах, которые мы видим в магазине.